На прошедшей неделе произошли некоторые летние события, которые показывают дальнейшее развитие туристического трафика и, соответственно, новые действия российских авиакомпаний, направленные на обслуживание этого сегмента. Мне кажется, что одним из интересных событий стало получение одной из крупнейших российских авиакомпаний, российской авиакомпании «Азур-Р», кстати говоря, лауреата премии «Крылья России» двух широкофюзелярных самолетов «Боинг-3-7». Интересно, конечно, каковы их планы использования. Насколько известно, одним из примечательных событий этой недели стало открытие «Азуром» рейсов в Россию из Китая. Таким образом, это, наверное, очень интересный девелопмент, интересное развитие бизнеса, если традиционно все наши компании ориентированы на то, чтобы возить российских пассажиров за рубеж. Один из немногих случаев, когда российская авиакомпания делает ставку на завоз иностранных туристов в России, обслуживание турпотока въездного. Это, в общем, интересный момент. Мы знаем о том, что есть примеры транзитных перевозок, в том числе из Китая довольно значительные, но вот такого целенаправленного въездного туризма мы пока еще не видели. Мне кажется, что это очень важная тенденция, и она, очевидно, будет нарастать. И если действительно эта бизнес-модель сработает, это может означать открытие совершенно нового сегмента для российских авиакомпаний, потому что туристический поток из Китая в Россию устойчиво растет. Это видно просто по улицам наших городов. Китайцев становится все больше и больше. Если российские авиакомпании смогут их обслуживать, ну, естественно, наравне с китайскими авиакомпаниями, это действительно может способствовать развитию увеличения трафика в страну. Совершенно очевидно, хотя совершенно не менее очевидный тот факт, что здесь нашим авиакомпаниям предстоит очень непростой путь. Дело в том, что традиционно туристический трафик из Китая организуется и обслуживается, в основном, туристическими операторами китайскими же, и обслуживается, в том числе, ну, пытаются обслуживать китайскими авиакомпаниями. Таким образом, некий баланс, если он будет соблюден, если удастся, как бы, ну, вот, внедриться на этот рынок, наверное, будет действительно знакомое событие. Ну, мы знаем, что это очень непросто. Хорошим примером является европейский средиземноморский рынок, то есть, который традиционно обслуживался для русских пассажиров русскими же авиакомпаниями. И до относительно недавнего времени все попытки испанских авиакомпаний, греческих авиакомпаний, турецких авиакомпаний взять какую-то часть этого пассажирпотока на себя, ничем не увенчивались. Единственный противоположный пример – это работа больших турецких туроператоров, которые, по сути дела, здесь создали себе авиакомпании, которые обслуживают их турпотоки.